Привет, друзья! Вы на канале POP-MUSIC, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре электрогитарный процессор от компании VOX, модель StompLab 2G. Этот процессор находится в бюджетном классе и создан прежде всего для начинающих музыкантов. Он сочетает в себе огромное количество разнообразных усилителей, модуляционных эффектов, дилеев, ревербов и так далее с компактностью корпуса и простотой управления. Первичное управление довольно простое. Левая ручка поможет вам выбрать банки по категориям, которые разбиты по стилям музыки. Баллада, джаз-фьюжн, поп, блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, металл, хардкор и так далее. В каждом из которых есть 10 разнообразных пресетов, подходящих под этот собственно стиль музыки. Далее две ручки отвечают за уровень гейна и общий уровень громкости. Снизу находятся кнопки переключения пресетов Down и Up, а с помощью маленьких кнопочек Edit и Effect Type можно уже редактировать каждый пресет в отдельности. Отредактировать любой пресет довольно просто. Надо нажать кнопку Edit и мы попадаем в режим редактирования пресетов. Соответственно их невероятное количество. С помощью ручки категории мы выбираем, что именно мы редактируем. Это педали, например, октавер или квакушка. Дальше мы выбираем модели усилителей из более чем 40, которые представлены в этом маленьком процессоре. Здесь же расположены педали перегруза. Далее низкие частоты, высокие частоты. Модели кабинетов, которые тоже представлены в большом количестве. Разнообразные модуляционные эффекты, такие как тремоло, хорус, фейзер и так далее. Разное количество дилеев и ревербов, которые выбираются тоже под своей категории. И здесь есть даже noise gate, что несомненно поможет избавиться от фона. На задней панели все также довольно просто. Там находится вход для гитары, выход, он может быть или стерео, если вы подключаете туда наушники, или моно, если вы подключаетесь в усилитель, кнопочка выключения и разъем для 9-ти вольтового питания. Кстати, он также работает от батареек. Сегодня мы подключились напрямую в линию и используем встроенную эмуляцию кабинетов. Подключились мы стереопроводом, поэтому все пространственные эффекты звучат объемно. В этом процессоре изначально настроено 100 заводских пресетов. Давайте послушаем некоторые из них. На примере следующего заводского пресета я покажу, что педаль экспрессии на этом процессоре умеет не только в клокушку и в питшифтер, как, собственно, все, но еще и может регулировать абсолютно любой параметр любого эффекта. Например, скорость работы Univiber. Кроме того, в этом процессоре можно сохранить до 20 пользовательских пресетов. Давайте попробуем накрутить некоторые звуки. Например, современный джазовый тон с небольшим хорусом. И теперь накрутим довольно злой и большой фус с использованием октавера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по традиции настроим режим Ван Халлина. Подводя итог, хочу сказать, что этот, прямо скажем, недорогой процессор обладает невероятным количеством звуков, и поможет вам определиться, какие эффекты вам нужны, а какие, собственно, нет, и станет хорошим компаньоном для ваших домашних занятий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это, кстати, нормально звучало. Давай. Ладно, поехали. Я по-прежнему, Вова, жизнь моя суровая, что это? Это так теперь тоже будет? Давай.